В эфире новости экономики. Я Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Если всю вторую половину июня все фондовые рынки в мире падали на опасениях масштабной торговой войны, то с приходом июля у инвесторов случился практически приступ эйфории, и биржевые индексы вторую неделю подряд закрываются уверенным ростом. Казалось бы, с чего начался такой праздник жизни? Неужели ушли все геополитические риски? Нет, Дональд Трамп продолжает цыпать угрозы в адрес всех стран мира. Может, ситуация в мировой экономике резко улучшилась? Опять нет. Даже наоборот. Почти все опережающие показатели по Китаю, Европе и Америке кричат о неминуемом замедлении деловой активности в ближайшие месяцы. Причина эйфории проста – новая ликвидность в США. Погоду на мировых финансовых рынках продолжает диктовать именно американский фондовый рынок. С началом второго полугодия у американских компаний вновь появились существенные капиталы, которые в полной мере пошли на собственный выкуп акций. Именно сами компании уже не первый год являются главным и почти единственным покупателем на рынке. А налоговая реформа Трампа сэкономила в текущем году компаниям огромные суммы, которые вместо инвестиций в экономику вновь прямиком хлынули на байбеки на рынок акций. Никого не волнует надувшийся пузырь в секторе хай-тек, никого не волнует рост корпоративных государственных долгов вместе с ростом дефицита бюджета США. И все это может продолжаться, пока не грянет гром. Рано или поздно начнется череда дефолтов и резкий рост премий по корпоративным долгам. Но пока все более-менее спокойно. Как говорится опять, бабло побеждает зло. Точнее сказать, деньгам пока удается покупать время. Помимо байбеков на фондовые рынки пришла ликвидность от дивидендов, которые тоже направили на реинвестирование, покупку акций. Плюс ко всему почти 1 триллион юаней высвободился у китайских банков после снижения норм резервирования. И эта ликвидность тоже частично растворилась по всем в мире рисковым активам. Но несмотря на всю эту эйфорию, сейчас срочно нужно снимать розовые очки и заранее готовиться, возможно, к черному августу. Об экономике на сегодня все. Удачных вам инвестиций! Редактор субтитров А.Семкин